Так, ну что, приступаем вязать туловище. Для этого нам для начала нужно соединить наши ножки. Поэтому мы, если у вас закончилось где-то в другом месте, то есть у меня вот линия переда, линия зада, то есть мы должны остановиться с вами, вязать ножку ровно сбоку, на внутренней стороне. Теперь мы провязываем две воздушных петли. Две воздушных петли. И теперь вы должны найти на первой ножке симметричную и равную по стороне петлю, то есть куда мы будем присоединять. Вот я ее нашла, эту петлю. Теперь мы ее должны провязать. Провязываем. И вяжем дальше по кругу. Вот у нас соединилось все. И вяжем теперь по кругу. 12 петелек на одной ножке. Давайте я вместе с вами провяжу. Немножко сменилась у меня локация на тело, но надеюсь не сильно рябит. Так, давайте. Одну петлю мы уже провязали, осталось 11 петель. Так, один. Два. Сейчас попробую смотреть в камеру и вязать. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Так, эту ниточку нам надо спрятать. Девять. Ну, мы ее потом уберем. Пусть она, если хочет, так. Десять. Одиннадцать. Так. Ну, вот у нас еще одна осталась петелька. Посчитаем потом, сколько у нас получится. Пока что-то я сбилась со счета, но ничего страшного. Посчитаем потом, сколько у нас получится в общей сложности петель. По математическим, должно получиться 28. То есть, 12 ножек, 12 ножек, 12 петель в одной ножке, 12 петель в другой ножке, 2 воздушных петли. Соответственно, мы должны прибавить 4. То есть, 2 петли провязываем с одной стороны, 2 петли с другой. То есть, 26. Ой, 24 плюс 4, получается 28. Так, дошли мы до 2 воздушных петель с вами. И провязываем 2. Вот раз. Раз петля. И два. Если вам кажется, что там больше у вас петель, нет, нет, не переживайте. Вы должны провязать только 2. Раз. И два. Вот она. Так, и переходим сюда. Переходим сюда, провязываем вот эту петлю, откуда мы вывязывали воздушные петли с вами. Иди. Пока они неудобны, они так шатаются, эти ножки. Пока туловища еще нет. Не очень удобно. Работать на камеру. Так, провязываем здесь еще одну петлю. И здесь теперь провязываем 2. Вот 1. И вот 2. Так, и все. Вот ряд у нас, по идее, закончен. Сейчас я посчитаю, сколько петель у нас получилось. Сейчас я посчитаю и включусь. Ну вот, я посчитала, да, все правильно, у меня получилось 28 петель. 28 петель, это у нас 28-й ряд. Какое совпадение. Так, что мы делаем дальше? Дальше мы вяжем с вами 28 петель, без изменений каждый ряд, 3 ряда. 3 ряда вяжем белой ниточкой. Я уже отметила начало ряда, чтобы мне не запутиться. И теперь вот так вот по кругу, вот так, вот так по кругу, как у нас петли есть, как они на нас смотрят, мы так с вами и вяжем. Так, провязали мы 3 ряда вверх. Раз, два, три. Теперь мы вводим цвет нашего платья, поскольку начинаем уже вязать вверх нашего платья. Поэтому, в принципе, маркер уже нам не нужен. Мы и так будем видеть начало нашего ряда. Ну и вот вводим, белую ниточку я отрезала. Вводим ниточку, которую будем вязать в платье. У меня это вот такой коричневый хлопок. Я продолжаю вязать крючком номер 2. Так, ну вот мы ввели коричневую ниточку. И 32 ряд провязываем 28 петель без изменений, обычным способом. Так, я провязала 33 ряд. Вот 32 ряд. 33 ряд мы вяжем также без изменений 28 петель, но уже за заднюю стенку. Потому что здесь мы будем дальше привязывать наши петли для юбки платья. То есть сейчас мы вяжем 28 петель за задние стенки. А следующий ряд, 34, мы вяжем просто 28 петель без изменений. Встречаемся в 35 ряду. Вяжем 35 ряд. С этого ряда у нас пойдут убавки. Значит, начинаем вязать 6 столбиков убавка. Дальше мы вяжем 12 столбиков убавка и 6 столбиков. Всего в конце ряда должно у нас получиться 26 петель. То есть сейчас мы вяжем еще 12 столбиков убавка и 6 столбиков. Встретимся в 36 ряду. Так, 36 ряд. Перед вязанием набейте оставшуюся часть вот этого вот ножика. И немножко можно уже наложить синтепон в тело. Так, напомню, что плотно набиваем здесь. Так, 36 ряд вяжем. Опять 6 столбиков убавка. Немножко мне неудобно, я прошу сразу прощения. Раз, и темная нить сливается на экране. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, убавка, убавка. И дальше вяжем 11 столбиков убавка, 5 столбиков. Всего в конце ряда должно получиться 24 петли. Так, мы вяжем 37 ряд. В нем мы вяжем 5 столбиков убавка. Раз, два, три, четыре. Дальше вяжем 5 столбиков убавка, 5 столбиков. В конце ряда должно получиться 23 петли. Дошли с вами до 38 ряда. Здесь вяжем 5 столбиков убавка. Один, два, три, четыре, пять, убавка. Смотрите, как мне ножка за ножку встала. Так, 5 столбиков убавка. Дальше вяжем 9 столбиков убавка, 4 столбика. В конце ряда должно получиться 20 петель. Вяжем 39 ряд. Вяжем 4 столбика убавка. Так, прикрутилась у меня нитка. Закуталась в ногах. Так, 4 столбика убавка. Раз, два, три, четыре, убавка. Убавка. Дальше провязываем 8 столбиков убавка и 4 столбика. В конце ряда у нас должно получиться 18 петель. И следующий 40 ряд мы вяжем без изменений. Вяжем в 40 ряду 18 петель обычным способом. Встретимся в 41 ряду. Так, вяжем 41 ряд. В 41 ряд мы вяжем 2 раза по 7 столбиков убавка, 7 столбиков убавка. Итого у нас получится 16 петель. И 42 ряд мы вяжем без изменений эти же 16 петель. Встретимся дальше уже в 43 ряду. Так, ну вот я провязала еще один ряд. Набила, плотно набила тело. Теперь мы вяжем 43 ряд. Я обрезала коричневую нитку. Начинаем вязать шею. Так, в шее у нас будет всего 2 ряда. Я присоединила цвет. Вежевый цвет. 43 ряд вяжем следующим образом. Вяжем 4 раза. Ой, подождите, забыла вам сказать самое главное. Вы должны начать вязать шею ровно посередине. То есть если вдруг у вас куда-то ниточка уехала, вернее, конец вязания куда-то съехал, но бывает, петли смещаются. Вот видите, он у меня был здесь, начало ряда. А с учетом всех убавок, у меня он теперь вот здесь, ровно посередине. То есть мне ничего не нужно. Если вдруг он у вас уехал сюда, то вы вернитесь на середину. Или вдруг он у вас где-то здесь. Вы провяжите тогда лишние несколько петель смещения. То есть у вас должна ввестись вот эта телесная ниточка ровно посередине задней части куклы. Итак, приступим. 43 ряд. Мы вяжем за заднюю стенку. Вяжем последующее. 2 столбика, убавка. И так повторяем 4 раза. То есть в итоге у нас должно с вами получится 12 петель. То есть вяжем 2 столбика, убавка. И так 4 раза. За заднюю стенку. Потому что здесь мы будем провязывать с вами воротничок белый. Встретимся в 44 ряду. Провязали 43 ряд. 44 ряд шеи мы вяжем просто без изменений. 12 столбиков по кругу. И на этом вторая часть по вязанию туловища у нас заканчивается. Смотрите, а третью часть к ней мы будем вязать с вами голову. Подумав над дальнейшими нашими действиями, я решила пока не вязать голову, а связать юбку. Потому что с головой, мне кажется, уже будет тяжеловато вязать. Поэтому давайте свяжем юбочку. Ниточку я отрезала здесь, чтобы она нам не путалась. Я пока вытянула, убрала. Так, что мы делаем с юбкой? Теперь мы переворачиваем верх ногами и в наш ряд, где мы вязали за заднюю стенку, а вот у нас с вами остались передние стеночки наших петель, мы с вами сейчас провяжем. Сначала введем ниточку. Немножко неудобно на камеру так. Так, вот этот хвостик мы потом уберем. Что мы с вами делаем? Мы вяжем следующим образом. Мы вяжем столбик без накида, прибавка, столбик без накида, прибавка, столбик без накида, прибавка. Так делаем 14 раз. Ну, то есть до конца ряда. Можно не считать, можно когда вот мы сюда в последнюю петлю дойдем, я к вам вернусь. Сейчас один ряд провяжу с вами. Итак, вяжем столбик без накида, прибавка. И так, и так вяжем до конца ряда. Мы дошли до конца первого ряда нашей юбки. Провязали прибавку. Теперь мы в первую петлю этого ряда провязываем соединительный столбик. И провязываем две воздушных петли подъема. Следующий ряд у нас пойдет из столбиков с накидом. Будем вязать... Я уже попробовала. Если вязать прибавку в каждую петлю, то получается очень пышная юбка. Получается, она вот так вот стоит. То есть, как у балерины. Нам такой эффект не нужен, поэтому мы будем вязать так же, как вязали этот ряд. То есть, делать столбик с накидом, прибавка. Столбик с накидом, прибавка. И так до конца ряда. Как вяжется столбик с накидом, я показываю. Вот, мы делаем накид на крючок и в эту же петлю провязываем сначала две петельки, потом оставшиеся две. Дальше мы делаем прибавку. Прибавки так же делаем из столбиков с накидом. То есть, опять делаем накид и провязываем в следующую петлю первый столбик и в эту же петлю провязываем второй столбик. Вот. Что у нас с вами получается. И дальше так и повторяем. Вяжем столбик с накидом, прибавка. Столбик с накидом, прибавка. Все петли делаем обязательно с накидом. Следующий ряд, получается, третий, мы вяжем без изменений. То есть, то количество петель, которое у нас получится, мы просто их провязываем. Но в конце этого ряда, так же я к вам вернусь, мы провяжем соединительный столбик и две воздушных петли. Так что встретимся в последней петле этого ряда. Вот мы провязали второй ряд. В конце мы провязываем... Вот мы закончили. Такой разрядик получается. Что мы делаем? Мы вторую воздушную петлю, которую подъем, провязываем в соединительный столбик. Вот у нас соединилось все. Никаких дырочек. Делаем две петли подъема. И теперь вяжем просто по кругу, без изменений. Столько столбиков с накидом, сколько у нас здесь в этой юбочке есть. Вот такая она у нас пойдет вниз. Пока не знаю, сколько рядов. Сейчас провяжем третий ряд и там посмотрим. Я к вам вернусь. Вот я провязала третий ряд юбки. Думаю, что как минимум еще один ряд нам нужен. Вы вяжите ту длину, которую вы хотите. Может быть, вы хотите длинную юбочку. Я, наверное, свяжу еще один ряд, посмотрю. Что получится. Хорошо, что мы не стали делать во втором ряду все прибавки, потому что иначе она была бы просто огромная, как у балерины. Не опускалась бы вот так вот вниз. А так у нас очень даже симпатичная получается девчонка. Так, ну что, провязываем без изменений. Еще ряд столбиков с накидами. Там дальше будем смотреть. Что, я провязала четвертый ряд. И решила, что нужно еще один ряд провязать. Пятый и последний. Иначе так будет очень коротенько плачево. Вот я уже его начала вязать. Так оно как раз будет и не короткое, и не длинное. Но вы вяжите ту длину, в которой вам необходимо. Которая вам больше всего нравится. И в которой, вы считаете, будет гармонично смотреться ваша куколка. Все, на этом эта часть теперь уже точно закончена. Встречаемся в третьей части. Там будем вязать голову. Продолжение следует...